На свою воду жители Турлатова жалуются уже много лет. Желтую муть с неприятным запахом многократно проверяли, исследовали и резюмировали. Вода непригодна, ни для каких целей. В этом убедились и мы, приехав в поселок в очередной раз. Видно, что она желтая уже. Вот она постояла у меня сутки. Жительница поселка Тамара Наумичева неоднократно просила местной власти решить их проблему. Но после проверок ничего не изменилось. То, что вода низкого качества, видно невооруженным глазом. 14 мая приезжали, брали воду с Роспотребнадзора на анализ. Начальник Мубжика Турлатова приюта, Михаил Максим Александрович, говорит, о, вода-то чистая, течет. Я говорю, ну она вроде так вот чистая, на цвет. А вы понюхайте. И вот лаборант или врач был, а кто она так, ой, второй раз. Я говорю, вот так. А при нагревании она вообще меняет цвет, она становится желтая. Я ей налила в кастрюлю воды, поставила на газ, и она буквально за три минуты при нагревании приобрела желтый цвет. Даже ярче, чем это было. Вот такая у нас вода. После бесчисленных мытарств по всевозможным инстанциям женщина обратилась в общество защиты прав потребителей. Им был подан иск в суд. И судья, соответственно, вынесло решение выплатить моральный вред данным лицам, которые обратились в нашу организацию. А самое главное – это привести в норму воду, которая поставляется данным муниципальным предприятием в соответствии с нормами СНИПа по качеству питьевой воды. Дело выиграно. И остается надеяться, что решение вступит в законную силу уже в ближайшее время. А это значит, что, возможно, Тамара Николаевна добьется чистой воды для своей семьи и всего Турлатова. Решение суда вынесли, что в нашу пользу моральный ущерб нам разместить. Но пока еще решение суда не вступило в силу. Они хотят его протестовать, вроде как обжаловать. Не знаю, что будет. А вообще с чего началась вода? Давно испортилась? Вода у нас и до этого была ржавая, но она в то время не воняла. У нее не было такого запаха неприятного. А вот когда запустили у нас эти новые скважины артезианские, тогда у нас пошла вот эта проблема. Вот их в мае 8-го года или в июне 8-го года запустили. И вот где-то с 9-го года, с начала года, или как, я уж сейчас не помню точно, пошла у нас вот такая вонючая вода.